Торжественно вручаю Сардару сертификат о том, что еще 3-го числа он у нас член Русской Пастафарианской Церкви Коронного Пастриархата. Такой сертификат о приверженности пастафарианству получили пятеро благовещенцев. Еще около 80 человек хотят исповедовать новую веру. Адепты собираются по пятницам в одном из городских кафе, чтобы прославлять своего создателя – летающего макаронного монстра за кружкой пенного. Оно не под запретом. Макароны при этом есть не обязательно. У нас нет конкретных догматов. Кто-то может носить дуршлаг, кто-то будет пиратом и все равно он попадет в рай. Пастафарианство пошло от пиратов, уточняет местный проповедник, известный в городе Хиромант Михаил Мамеев. Раньше он считал себя православным, регулярно ходил на исповеди, после которых его хотели отлучить от церкви загадания по руке. У нас слишком сильное разделение по религиозному признаку. И государство, которое у нас по закону является светским, на деле является очень жестко пролонгированным религиозными организациями. И для меня именно развитие пастафарианства – это все-таки возможность указать, действительно показать народу, насколько эта вся система абсурдна. Еще один пастафарианин, Сердар Кулиев, родился в мусульманской семье. Еще в детстве у него появилось много вопросов к религии. Лет в 10 я понял, что это вообще бредовая какая-то мысль. У каких-то народов свои боги, кто-то что-то верит, кто-то чего-то придерживается. Но если он для всех один, то тут вообще у меня все поломалось, и я от этого всего удалился. Если в Библии есть 10 заповедей, то в пастафарианстве их 8, которые называют заправками. Вот лишь некоторые из них. Лучше бы ты не судил людей по их внешнему виду, или лучше бы ты не тратил уйму денег на строительство церквей, храмов, а лучше потратил бы на прекращение бедности, излечение болезни и снижение стоимости интернета. Название пастафарианства сложилось из двух слов – паста с итальянского макароны и растафарианство – религия, что проповедует любовь к ближнему. Новая вера имеет официальный статус. О лапше с двумя тефтельками, как о боге, заговорили в 2005 году, когда американский физик Бобби Хендерсон стал проповедовать пастафарианство. Новая вера ни к чему не принуждает и высмеивает постулаты других религий. Один адепт из Австрии даже добился разрешения сфотографироваться на права с дуршлагом на голове, ведь это такой же религиозный головной убор, как и, например, мусульманский хиджаб. В 2013 году власти Москвы официально зарегистрировали пастафарианскую церковь. Несмотря на пародийность, религия существует на тех же правах, что и все остальные религии. Амурские адепты хотят зарегистрировать свою организацию в Благовещенске. Активисты на днях подадут документы в Министерство юстиции и, получив разрешение, смогут проповедовать в людных местах идеи сложноуглеводного создания. Наталья Погодаева, Степан Юдинцев, Альфа Новости. Субтитры создавал DimaTorzok